Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня будет видео ожидания и реальность о покупках, о новинках летней одежды. Мне пришло две посылки с сайта Romvi и с сайта Shane. Естественно, все ссылки будут внизу. Я хочу сразу сказать, что я осталась довольна, но прежде чем что-то заказывать, лучше, конечно, смотреть отзывы блогеров, потому что качеством одежды вы можете остаться, вы 100% останетесь довольны, но вот по размерам не всегда можно угадать. Что, в принципе, к сожалению, у меня получилось с некоторыми вещами. Начну я свое видео, начну свой обзор с футболочки летней, которые я заказывала на одном из этих сайтов. Опять же, повторюсь, все ссылки будут внизу. Все вещи я принципиально заказала размера L, потому что по размерной сетке, по идее, у меня не M, а L. Но не так все просто. Все вещи я, естественно, покажу на себе. Это будет вставкой, где я буду в этой одежде. Футболка очень классного качества. Она мне очень понравилась. У нее такой плотненький трикотаж, не синтетика. Яркие вот эти вставки, они хорошо смотрятся. Несмотря на то, что она белая, эти акценты ее не простят. Ее так смотрится эффектнее. У меня есть светлые кеды, например, даже с джинсами в этой футболке. Просто прекрасно. Это отличная вещь, но я, если бы знала, естественно, заказала бы M, потому что она прямо, ну, она больше, чем я ношу. И за счет того, что она белая, из-за того, что она больше, она чуть-чуть полнит. Если бы был M размер, было бы все прекрасно. Но я не расстраиваюсь. Ее можно носить с кожанкой, с кофточкой. И если вы ее прикроете так, то все будет прекрасно. Но все равно обидно, потому что вещь классная. И я с удовольствием ее носила бы и без кофточек. Я, мне кажется, многие заметят, тут есть вот одна ниточка. Специально я ничего не обрезала. Вот, как видите, только одна нитка. Ни одна вещь, не пахло ничем, потому что меня все пугали, что будет вонять чуть ли не на всю квартиру. Нет. Классная футболка. Я осталась довольна. Остальные у меня все платья, только одна футболка. Которую я заказала L. И тоже я хотела бы, конечно, чтобы оно было M, потому что оно большевато, но за счет своего свободного кроя. Я не скажу, что это заметно. Просто мне кажется, что если бы был M, было бы чуть-чуть покороче. Но у него очень красивый летний принт. И если, мне кажется, было бы M, то вот этот вырез был бы не такой глубокий. Он был бы чуть-чуть здесь. Хорошо оно сделано. На нем я не вижу вообще ни одной нитки. Здесь нет ни разрезов. У этого платья есть подкладочка. Оно, но несмотря на то, что есть подкладка, оно все равно просвечивает. Потому что я его когда померила, первое, что мне сказал муж, что оно просвечивает. Не знаю, в связи с чем это. К сожалению, если честно. На лейбле написано L. Ну, я помню, я специально, я прямо специально запомнила, что LL. Очень классно сделаны пуговицы. Очень классно пошито. Также я вставлю фотографии, какие были, как было представлено это платье на сайте, чтобы вы сравнили. Но, на мой взгляд, абсолютно идентично. Ну, то есть, в принципе, я хотела такое платье. Но если бы оно было на один размер меньше. Сейчас я уже опытней. И, естественно, в следующие разы, если я буду заказывать, я, естественно, буду заказывать M. Вот такое платье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Платье, которое тоже размер L, но оно тютечка в тютечку на меня и по длине, и по ширине, и по глубине рукава, по всему. У него очень классный сделан элемент. На теле получается, что у тебя как будто чокер этого же цвета. У него очень классный принт, сочный, мне очень идет этот цвет. У этого платья также есть подкладка. Оно не просвечивает. Сейчас, да. Размер L, я ничего не путаю. И вы посмотрите, как они отличаются, два этих платья, даже по длине. Даже по длине. Да по всему вообще. Хотя вырез кажется таким же, потому что здесь, отсюда. Это говорит о том, что прежде чем покупать вещи на китайских сайтах, нужно очень много читать отзывов, смотреть блоги и все остальное. Здесь также сделаны две аккуратные пуговицы. Оно прекрасно сидит на мне. Я уже у меня впереди день рождения у подруги. Я собираюсь в нем пойти, если будет хорошая погода. Оно стройнит, классно смотрится, эффектное. Такое, если честно, на девушке на сайте оно смотрелось не так даже клево. Но это мое, конечно, мнение. На каблуках вообще в нем, конечно, ты королева. Оно кажется типа пляжным. На самом деле, когда я его заказывала, я думала, что оно типа пляжное. На самом деле оно ничуть не пляжное. У меня есть болеро. Также, если вдруг будет похолоднее, то можно с болеро. Классное платье. Я им осталась очень довольна. И его я вам рекомендую. Шикарно смотрится. Классное. Я сейчас смотрю сама, не могу поверить, что это мое. У меня я чуть-чуть простыла. Мы простыли всей семьей. Так что не обращайте внимания на мой голос. И последнее. Самое обидное. Покупка. Это такое длинное, шикарное платье в пол. Которое я ждала его больше всего. Когда оно пришло, я очень расстроилась. Потому что оно мне большое. Как минимум на два размера. Хотя это тоже L. Здесь просто на какую-то очень огромную грудь. Оно просто прекрасно сшито. Я могу вам продемонстрировать, какие здесь рукавчики. Здесь очень классно все сделано. Четыре пуговички. Такой манжетик. Здесь оно очень тяжелое. Здесь очень много ткани. Подкладка. Классно. Ремешок. Классно все так. Ну, сама расцветка. Несмотря на то, что кажется, что розы на девушке на сайте. Да и вообще, когда оно пришло. Эти розы очень классно смотрятся. Но вы знаете, даже, мне кажется, если бы это была эска. Померяв это платье, я поняла, что мне не очень идут вот эти сборочки. Они, к сожалению, меня строй полнят. Я его, несмотря на то, что оно большое, все равно померяю и покажу вам, как смогу, прикрою грудь. Потому что не хотелось бы, конечно, оголяться. Но оно было не очень дешевое для китайских сайтов. Но в магазинах оно, естественно, стоит дороже. Такие платья, конкретно у нас в городе, стоят тысячи по три. Если вы угадаетесь размером, то на любом мероприятии вы, конечно, будете просто королевой балла. Я осталась очень довольна тем, как оно пошито. Очень довольна тканью. Но, к сожалению, я прогадалась размером. И я даже не знаю, что теперь делать с тем платьем. Наверное, я его никому не буду отдавать и никому не буду предлагать. Потому что Сережа все-таки настаивает на том, чтобы его ушить. Я пойду к швее. Я просто не стала это делать до того, как я начну снимать видео, чтобы показать, насколько оно большое. Если она что-то... Она, я уверена, что-то сможет сделать с грудью. То есть здесь как-то можно будет пришить. И если она что-то сможет сделать вот здесь с этой... Уменьшить вот зону талии. То я с удовольствием буду его носить. И мне оно очень нравится. Мне кажется, у меня идут длинные платья. Ну и если вам тоже так кажется, то напишите в комментариях. Или у вас какое-то другое мнение, тоже напишите в комментариях. Мне будет очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В принципе, это были все покупки, все обновки мои с сайта FromVShane. Я осталась очень довольна этому сотрудничеству. Мне очень понравилось искать одежду на сайтах. Это очень так, знаете, волнительно. И когда ты ждешь типа ссылки, когда приходит извещение. Очень хорошие, кстати, у них менеджеры. Удобные сайты. Очень большой ассортимент. Если вас заинтересовало, обязательно пройдите по ссылке, посмотрите. Может быть, вы найдете что-то себе. У них, кстати, грядет глобальная распродажа. У них будет типа черная пятница, не черная пятница. Очень большие скидки по 60-50%. Я с удовольствием сама, например, посмотрела. Я смотрела там обувь, сумки. Там, короче, много всего интересного. Мне много чего понравилось. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, ставьте пальчики вверх. Мне будет очень приятно читать ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и до скорых встреч.